Аплодисменты Добрый вечер! Добрый вечер, дорогие друзья! Добрый вечер, уважаемые поклонники этой замечательной игры! Вас приветствует дворец культуры Фархат Новоинского горно-металлургического комбината и Новоинский клуб веселых и огощевых! Сегодня у нас открытие сезона Новоинской юниор-лиги КВН. И всегда приятно, что открытие сезона — это новые лица, новые команды, новые шутки. Море позитива и смеха. И нам еще вдвойне приятно, что сегодня, несмотря на отпуска, на экзамены, у нас собралось столько прекрасных зрителей. Спасибо вам, дорогие зрители! И давайте, чтобы создать дружественную, теплую атмосферу, поприветствуем друг друга бурными аплодисментами! А ну что ж, не будем дотягивать вашего внимания. Итак, 6 июня, год 2009, одна четвертая финала Новоинской юниор-лиги КВН. И мы начинаем КВН! Итак, дорогие друзья, в сегодняшней одной четвертой финала принимают участие следующие команды. Команда КВН производственного объединения Новоинского машиностроительного завода необыкновенная! Команда КВН догнать и перегнать! Новая команда с новым названием Команда КВН «Наши люди» Команда КВН под названием «Своя волна!» Команда КВН «Сборная Ирландии» И команда КВН «Гламур» имени Миктоша Побоевича Команда КВН «Сборная Ирландия» Команда КВН «Сборная Ирландия» Команда КВН «Сборная Ирландия» Команды могут подойти поближе к зрителю, а вы, дорогие зрители, бурно аплодисментами поприветствовать наши играющие сегодня команды. Итак, дорогие друзья, вот те самые команды, которые будут сегодня радовать вас своими замечательными шутками, юмором. Но я по традиции, как всегда, представлю еще одну команду, которая сегодня находится в зале, к сожалению, не будет играть. А это команда нашего строгого, но уважаемого жюри. Итак, сегодня в жюри. Председатель жюри, заведующая массовым отделом дворца культуры «Фаркад». Автор сценария и режиссер-постановщик многих шоу-программ, новогодних представлений и детских сказок Бочарова Елена Геннадьевна. Говорящий с большим стажем и просто большой проклонник юмор, это Лусенкис Эльбергович. Чемпион высшей лиги Республики Инфекистан в составе команды «Говорят классные пацаны». Холостяк с большим стажем Боржонник девушек и других кондитерских людей Федоренко Олег. Чемпион высшей лиги Республики Инфекистан в составе команды «Говорят каста» и вице-чемпион в составе команды «Говорят новая волна» Бобтян Михаилов. Инструктор массового отдела дворца культуры «Фаркад». Хороший друг и коллега, а также ведущий дедактор на «Мойске-мойске-мойске-говорят новой волны» Рахматов Олег. Друзья, дорогие друзья, все команды представлены. Можно начинать подборки. Теплые аплодисменты. Провожаем команды за кулисы и желаем им ни пуха, ни пера. И немножко о самой схеме сезона и сегодняшней игры. Сегодняшняя игра будет состоять из трех конкурсов. Это традиционное приветствие, второй конкурс – разминка и последний конкурс – музыкальное домашнее задание. А начнем мы традиционно с приветствия. Тема приветствия у нас в огороде. Максимум за конкурс 5 баллов. И первыми по жеребьевке показывает свое приветствие команда КВН «Необыкновенная». Старый клет, старый клет, Старый клет, стучи стекло, Приглашая нас, друзья, на работу. Так, я не поняла. Вы сюда приехали танцевать или работать? Работать, работать, вот. Дети, как хорошо, что вы их надо. Опаньки. Так, как вы смогли к нам на дачу привезти вот этих ребят? И сейчас уговорить их работать, а, дети? Вот, смотри, это их паспорта. Паспорта их есть? Че-то я даже не додумался, а. Действительно, давно так паспорта забрал, вы их привезли. Дорогие друзья, я с вами, вы работаете. Так, это что такое? Это что за яма два на полтора? Ну, как просили, вот, для вас выкопали. Для меня яма? Ладно, два на полтора. Готово? Ох, блин, ужасно. Иди сюда, иди сюда, иди сюда. Что это такое? Это забор. А, ну, забор это нормально, ладно. Алишев Киранович, у нас завтра игра, а мы не репетировали еще. Вот по этому случаю я к нам на дачу пригласил главного редактора ведущего лиги, Шавкат Шавкатовича. О, Алишев Киранович, а как ваше общество правильно пишется? Можно в вашем паспорте посмотреть? Нет, 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 нет. Вот, папа, еще один паспорт. Дядя Шавкат, а вы пойдете с нами на рыбалку? Ну, тогда берите ведро и лопату накопайте пока червя, а мы скоро вернемся. Шавкат Шавкатович, ну, сами понимаете, дети все-таки. Вот ваш паспорт, извините, пожалуйста, ладно? Вы дети? А, хорошо. Вот остальные паспорта. Че? А еще я? Да, ради бога, возьмите ваш паспорт. Шавкат Шавкатович, а давайте мы сами накопаем вам червей, да, ребят? Да, да, да. Да, да, да. Даже пожарим для вас ее, да, ребята? Да, да, да. И даже съедим ее, да, ребята? Да, да, да. Вы нам только, пожалуйста, паспорта отдайте наши. У вас легче забрать, чем у этого тирана. Дайте, пожалуйста. Ой, спасибо. Сапкаши, гаджи. Веду, спасибо. Так, стоп, стоп, ребята. Давайте лучше начнем нашу репетицию. Итак, шахтеры собираются на рыбалку. Ну, поехали. Оп, оп, оп. Так, стоп. Что это такое? А? Так, шахтеры на рыбалку собираются. Шахтеры, мы же в шахте, мы на рыбалку собираемся. Червей он собирается. А вы, господи, идиоты, вон отсюда я сам вот все покажу. Итак, сейчас я специально для вас покажу миниатюру, касающегося все, что деревни. В деревне нет компьютеров, поэтому там играет контр-страйк по-другому. Итак, смотрим. Здравствуйте, дорогие мои. Итак, давайте посмотрим с вами миниатюру в деревенском супермаркете. Здравствуйте. Здравствуйте. Так вот, хлеб вам, масло, ну и колбаса. Все, сколько с меня? Молодой человек, продавец с другой стороны, я за вами в очереди. Работающий в зале есть? Так вот, смотрите, семья, работающая на НМЗ. Нет. Значит так, сынок, у лукоморья дуб зеленый, золотая цепь я кому рассказываю, не спи. Золотая цепь на дубе дом, и днем, и ночью я кому рассказываю. Да хватит, папа, я с ночной смены пришел, ты мне сказки рассказывай. А теперь, дорогие мои, давайте обратно вернемся в деревню. Итак, урок литературы в деревне. Реальная дуэль Пушкина и Зантеза. Значит так, разбивайте оружие. Расходимся на пять шагов. Один, два, три, четыре, пять. Ой, шесть, семь, восемь, девять. Оказывается, в деревне тоже есть своя махия. Смотрим. Ну что, товар принес? Деньги принес? Вот, вот, в мешке товар. Блин, на воинское, что ли, первый сорт? А ты что, хотел, чтобы в махале казахка выше, что ли, было? А в нашей деревне также играют узбекские свадьбы. Смотрим. А теперь давайте посмотрим. На бои люди встречаются на озере. А у нас в деревне на речке. Да, смотри, какая волна. Какие звезды тебе нравятся? Да, нравится. А вот следующий фотографий. Посмотри, вот, это... Наконец-то в нашей деревне открылся роддом. Смотрим. Дорогая! Да, дорогая! Да, дорогой! Чё, как зовут? Ещё не придумала. Эээ, тебя как зовут? Шахмоза. А еще очень приятно. Да, на велике на рюмах. Это, когда она ещё не знает. А лучше всего в нашей деревне объясняется в любви. Итак, признание в любви. Дорогая, я давно тебе хотел предложить. Вот. А-а-а! Наконец-то, наконец-то! Я столько долго ждала, наконец-то! Где, где, Серёж, ты его достал? Синий Войстрой! Очень про ползу продолжим! Ну и заключение нашего приветствия просто... Пап! Чё? В заключение нашего уступления хотелось бы обратиться к залу. Уважаемые зрители, поднимите, пожалуйста, руки, кого нет с собой паспорта. Вот съедите на дачу, отработайте хорошенько, и мы сразу же вернём вам ваши паспорта. Ещё чуть-чуть напрягнула, идущий кулак, А на курицу ладь, иди, что-то виную... Это было приветствие. А у нас в огороде команда КВН необыкновенная. Производственное объединение Новоиского машиностроительного завода. А мы встречаем следующую команду. Команда, знакомая вам по лиге КВН комбинаторского. Команда КВН догнать и перегнать! А перед выступлением команда КВН догнать и перегнать Нашла дневник с инициалами ше-ше! Ребят, я нашёл чей-то дневник! Да ты что! Да, здесь и две бубуши! А может, это шатка от Ашурадыча? Не знаю, наверное. Не знаю, давайте чей-то. Здравствуйте, мой любимый дневник. Сегодня играет моя любимая команда. Команда КВН догнать и перегнать. Извини, что мои слёзы капают на тебя. Это слезы счастья. Я от радости побежал за новым костюмом. Мои волосы развивались на ветру, а по щеке стекала радостная мужская слеза. Сегодня я опять поглядывал за ними в гостинице. Умора, жесть, репетирует. Ну всё, там Татьяна Васильевна идёт. Пока целую. Чмоки-чмоки. Ребята, а чё это у вас мой дневник делает? Эшура шокирована, это ваш заказчик. Сказка. Цвет в мой зеркальце скажи. Да всё правду доложи. Кто на цвете всех милее, всех румянее и белее. Эси строчон. Эсбекчика принта. Я так прекрасный. Эй, не звоните на больше. Ей, козёлка. Эй, уйди, козёлка. Жизнь как уж и Обама. Полоса чёрная, полоса белая. А у нас слушай на фотосессии. Смотрим. Так, девочка, здравствуйте. Вы в первый раз? Ну ничего страшного. Давайте попробуем. Итак, покажите мне кошечку. Да. Да, плохая кошка. Кто это сделал? Кто это сделал? А я вам скажу. Это я сделал. Это я сделал. Так, покажите мне барана. Что? Какой великолепный баран. А теперь покажите мне попугая. А теперь покажите мне попугая. Нет, это вы мне покажите попугая. Нет, это вы мне покажите попугая. Нет, ну не дурали, а. Нет, не дурали, а. Хорошо. Покажите мне цаплю. Цапля хочет кушать. Ну не дурали, а. В конкурсе старые джинсы, а главным победили джинсы Людмилы Гурченко. А у нас случай в темном переулке. Девушка, косметики и украшения есть? Нет. Компания «Рюфлей» представляет вам косметику и украшения. Почтите! Оказывается, алгебряческая сумма ЭДС равно алгебряческая сумма падения на процессе определения. А спи тут дура, да? А наша команда у спонсора? Так, здравствуйте. С нам нужны деньги, мы хотим поехать на КВ. Тебе не помню, на какие шиши вы поедете? Не шиши, а шиши. Мы к ШАВКА тоже в Хатвичу едем. Так, ребята, разбивательная спонтология, пожалуйста. Хорошо. Уважаемый спонсор, дайте нам деньги хотя бы на карманные расходы. Что, пять что-то? Какие шиши на карманы? Эти ваши на карманы вот здесь у меня, вы надеялись, повсюду. Вы нас поражаете. Это вас родители поражают. Нет, ну дайте деньги. Аккуратим, пожалуйста. Китайская в Рокдоме скидка. Ради по одного ребенка, пять остальных здесь, платно. А наша команда на пляже, блондинки. Ой, смотри, парень махает. Привет! Это он, походу, тонет. А, пока-пока. Попали махает. Хирурги в детстве играли в почки матери. А наша следующая миниатюра, представьте, сын Валуева получает в бойку. Прощай, солнце! Прощай, ласточка! Прощай, тегу-геноты! Прощай, гентль белый! Прощай, Челшевский! Прощай, челшевский! А это миниатюра, как таблетка Раунюти. На траверный шостов. Пенсионерка Лема повесилась на шее мужа. А у нас случай встречи с друзьями. И все, как дела? Нормально. А что ты такой без настроения? Помнишь, что мы идти к вам? А, ну? Вот, между двумя камазами зажало, прикинь. Да, а что, уже ремонту все не подлежит? Ну, на, попробуй. Археологи все-таки откопали узбекский футбол. А у нас узбекский Гамлет. Археологи все-таки откопали узбекский футбол. И заключение нам хотелось бы сказать, как в Пайнете. Закиньте пять, и сразу. Команда КВН догнать и перегнать. Нас придумал сам Ленин. Эй, эй! Это было приветствие команды КВН догнать и перегнать. А мы встречаем следующую команду, абсолютно новую команду. Команду КВН «Наши люди». Итак, приветствие, а у нас в огороде команда КВН «Наши люди». Я был рожден, уже не в союзе, не в союзе. В основном, плюс, а я был рожден на КВН. Я родился на сцене. Мы, мы играем, мы, мы играем, мы, мы играем. Сезон мы начинаем. Я шалган. Вас приветствует команда «Наши люди». Начнем мы со странички истории. В Древнем Востоке за воровство отрубали руку. Ну, где же ручки? Ну, где же ваши ручки? Давай поднимем ручки и будем танцевать. А у нас случай жизни. А, дорогая, сейчас мороженка, пироженка. Там что-то хочешь там, если что-нибудь там. Пацан, сюда иди. Себе, говорю, пацан. Тюди, пожалуйста. Если вы хотите спрятать вещь так, чтобы ее никто не нашел, то спрячьте ее в регистратуре 27-й поликлиники. Представьте себе, директор ночного клуба «Апельсин» делит зарплату своим официантам. Ну, че, зарплата? Да! Будьте внимательны, телевизор «Джинлепу» даже в выключенном состоянии портит зрение. А у нас случай на отельской дороге. Смотри, воруша, штраф. Не ворушал, жалко? Эй, я сказал штраф, значит штраф. Я не к ней, поймем. Точно, ну? Точно. Че сморим? За прессу-сутуны. Ля-тис-с-с-с-с, давай-дай-дай-дай-дай! На ответный бой с Валуевым наш Чигаев в плече с колбой. Случай на боксе. Бокс! Брейк, брейк, брейк. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Дорогая, в этот прекрасный вечер я решил сделать тебе предложение Ты нервничаешь? Ты выйдешь за меня? Дорогой, я так нервничаю, я пожалуй, ты курю А, пожар! АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Все-все, я ухожу из команды, пойду к Чикам Из команды Битоша Воронича Привет, Чики! Ломать из детей не мешают, я жена травы Она шла на нотках, киска, моржет! АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Я готов сделать заказ Плющите мне, пожалуйста, мясо по-испански А жареные глаза жирафа Сердце божьей коровки Мозги муравья Селедку под шубой Армани АПЛОДИСМЕНТЫ Ну и, пожалуй, Хэнези Икс О Снимал? Чуман АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Простите, простите Игда самзава, игда чуй АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Арбуз на селитре можно не только кушать, но и использовать его в качестве дымовушки Романтическая миниатюра, друзья АПЛОДИСМЕНТЫ Здравствуйте Здравствуйте Вы сегодня такая великолепная Ваши серёжки Они так гармонично сочетаются с вашими глазами Ммм, ваше платье А ну так вам подходит Не нужно слов, не нужно В общем, в этот прекрасный чудесный вечер Я решил подарить вам этот букет цветов И коробку шоколада Ну что, моя справка готова? Да Ну что ж, дорогие друзья, что хотел бы сказать в конце Я огурец Настя, ты уже определись, кто ты на самом деле Я двуличная Спасибо, Настя В общем, выхожу я после КВН вчера Подходит ко мне прелестная девушка Да что там прелестная, просто красавица, а не девушка Подходит ко мне и говорит Эльман, ты был самый лучший, ты был самый великолепный Эльман, да ты просто красавчик Но я ей отвечаю Спасибо, мама, спасибо Идем сезон, команда, новая мы Стреляйте, видите, улыбнись и забыть Сегодня первая сезон, и я Подписывайтесь на строй, будет до утра Это было приветствие у нас в огороде абсолютно новой сборной Команда КВН «Наши люди» Ну а мы встречаем следующую команду Тоже абсолютно новая сборная Под названием «Своя волна» Итак, на сцене со своей версией приветствия А у нас в огороде команда КВН «Своя волна» Перед тем, как начать выступление Мы бы хотели познакомить вас с теми, кто играет у нас в огороде Это сабзе Это бодыри Это шалхан Это пиос А это огород Вместе мы салат Добрый вечер, дорогие друзья Мы рады приветствовать вас в этом зале Вас приветствует команда «Своя волна» Мало кто знает, что в каждой школе есть маленькая девочка Которая два раза в год достают из пыльного шкафа И у нас случай на последнем звонке Ну подними Ну подними Ну пожалуйста Ну подними меня Ну пожалуйста Дорогие друзья, представьте, что в городе Новои появилось метро Слышь, пацаны Все А что автобусом по земле едут? Рука, рука, рука Саха, что случилось? А на Северину А у нас случай в почепной поликлинике Скальпель Тампун Зажим Телефон Алло Скоро приедем и потеряем его Вчера на программе «Спокойной ночи, малосе» Кукловодь нечаянно ударился головой об стол На ночь А дети никогда не слышали На ночь чё-то, чё-то А нас сказать, как Золушка Привет, Золушка Привет, Фея Вот тебе тыква И запомни, что в ровно 12 манты были готовы Покажи, бай После проигранного боя Николая Валуева Он решил прийти за реваншем к нему домой Пуп-пуп-пуп Кто там? Это я, Коля, Балуев А папа, это он А ты кто? Я Руслан, чё-то, как бой Выходи, полный трос Я болею Ничего не знаю, я Я тебе сказал, я болею Дорогие друзья, а у нас случай в семье Привет, дорогая Привет, дорогой Что случилось? Знаешь, дорогой Настоящий мужчина дарит женщине цветы А ты мне за последний месяц Пять матизов подарил Ну и что? Я устал нюхать матизы Все мы знаем, что Евровидение выиграл Александр Рыбак Но мало кто знает, что он ещё с детства был талантлив Смотрим Дорогие друзья, давайте на минуточку представим, что футбольный клуб Пахтагор Каким-то образом попал на Лигу чемпионов Давайте перенесёмся на стадион Олд Рафа Мама, кто знает, для чего же на самом деле Анджели и Наджоли усыновляют столько детей Ну и в конце нашего выступления нам хотелось бы сказать Что вчера на сольном концерте рэпер Шахрун заявил Что он уходит из шоу-виза и больше никогда не будет читать рэп Таких, как Владисменцев Шахрун, что никогда не слышал Ха-ха-ха Мы с яркие огни Светят нас, со всей страны Все укрыто понарями Разноцветными огнями Помни, кто сейчас с тобой Мы накроем все полной Настроение вперед И богат, как небес сейчас Команда КВН своя волна. Ну а следующая команда, которая выйдет на эту сцену со своей версией приветствия, абсолютно не похожа ни на одну другую команду, дорогие друзья. Очень нестандартный подход к юмору, очень нестандартный интеллектуальный КВН. Дорогие друзья, абсолютно новая сборная, сборная команды КВН, сборная Ирландии. Первый канал и сборная Ирландии представляет. Ребят, а я вам не рассказывал, как я заблудился на новом вещевом рынке? Нет, 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 я не рассказывал. Ищу 25-й магазин. Смотрю. 22, 23, 24, 998. Откуда? Что такое? Поворачиваюсь, вообще ли вы цифры? В общем, кто придумал схему нумерации на новом вещевом рынке, загадка. Да, хорошо, что эти люди не строят подъездные дома. Вы представляете, вы что получилось? А то прикинь, да, дом стоит. Второй подъезд, четвертый, сразу 25-й. Понимаешься? Второй этаж, седьмой, девятый. Стучишься в 48-м. Это который находится где-то возле 23-й и 115-й. Да, тебе говорят. Брат, ты ошибся адресом. Тебе вообще поцельный микрорайон. 25-й. Ну, на этой оптимистической ноте мы и начинаем нашу программу «Фонарик Вася Кубки». А начнем мы с новости, с которой нами делится газета «Знамя дружбы». Итак, у нас объявлена свободная экономическая зона. Ура, товарищи! Ура, ура, ура! Уже реконструирован наш аэропорт. Он стал международным. К нам летают Боинги. Ага, а раньше пешком ходили. Тогда давайте придумаем название нашему аэропорту. Ну, давай. Например, в России есть Шеременцево-Домодедово-Булково. А наш можно назвать Малик Рабак. Не-не-не, Уй-Бобоево. Почему? Не-не, ну, дословно. Дом, Буй, Дед, Бобо. Домодедово, Буй, Бобоево. Отлично. Ну, нормально. Не, а вы наши представляете? Наши международный рейсик. Стоит бой к нам на звёздной полосе. Пилот, такая рука у него в окошке. Здесь ёлочка висит, там в Ласковую Май играет. Ему там кричат, эй, мы вообще когда полетим? Эй, подожди, яка, Джон, сейчас мы день наберём, эй. Или наши стюардессы с иголочки такие стоят аккуратно утром. Куда? Лонзон, лонзон, китаму, сразу китаму, давай здесь. А вы придите, борт проводится. Малако, хайма, киперчака есть. Ладно, шутки-шутки. Ладно, шутки-шутками, но нельзя отрицать полезность их. Ну да, в городе появились настоящие корейши. Из Кореи, а не из Ташкента, как раньше. Кстати, про нашкент и нашкент. Смотрите, чрезвычайное происшествие. Кто-то купил в ЦУМе мужские кожаные стринги. Блин, всё-таки купили, а? Я две недели на них копил. Товарищи, будьте осторожны, он где-то среди вас. Кстати, о ЦУМе, а кто знает, что перед ним построили? Ну, вот эти, аквариумы и ЗАГШа. Говорят, бутики. Я был в Москве, я видел бутики. То, что перед ЦУМом не бутики. Тогда запах. Вполне. Ну, может быть. А вам так не кажется, что у нас в городе очень много таких строительных загадок? Тогда давайте составим хит-парад самых загадочных зданий в городе Новои. Итак, третье место. Магазин Сан-Джербек. Известен как самый бесполезный магазин в городе. Второе место. Самое чирикующее здание в мире. Наш дом совета. Так он же перестал чирикить. Как я теперь засну без него? И на первом месте памятник возле дома советов. Памятник первому новоинскому троллейбусу. Да. Так у нас троллейбусов в жизни не было. Ну, нету троллейбусов, нету и памятника. Ну, знаете, у нас, в принципе, всегда так. Да. Вот, например, начинают строить детский сад или школу. А получается ли магазин, или базар, если удивляются, коротко получилось. Кто виноват? Ну, давайте... Ну, давайте поговорим о хорошем. У кого есть хорошие новости? Так, так, так. У меня вот было, только не могу понять, написано «Горняк». Это газета, так сказать. Газета? Никогда бы не подумал. Так вот, с первого января... Он читает свои криминальные новости. С первого января. Водится обязательно автострахование. Ну, наконец-то. Вот теперь не будет вот этих разборок на дороге. Когда врезаются две машины, выходит водитель и начинается «Эй, Ким-сан, крутой мы-сан, Аркема Белосан». Ну, не будет всего этого. Теперь все будет цивилизовано. Приезжают представители страховых компаний, встречаются между собой, договариваются. И вот там уже начинается «Эй, Ким-сан, крутой мы-сан». Но, конечно же, все знают, что в аварии будет прав тот, у кого знакомый в ГАИ званием выше. Ладно, ребят, у кого какие еще газеты остались? Вот у меня есть газеток и звуков. Давай, 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 давай. Алло, здравствуйте, котята почем? Ага, можно на всех посмотреть? Безумно интересная газета, конечно. А вы старую мебель продаете? Да, там старые картонеры, холодильник, да, так. Да вы смотрите, что за безобразие взяла, положила трубку. О, анекдот! Ребят, 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 объявление забавное. Так, на работу требуются молодые девушки-танцовщицы и, внимание, сварщик. А сварщикам зачем? Неужели так плохо танцуют? Не, они наоборот, слишком хорошо танцуют. Часы часто открывают. Ага, ладно, это еще не самое страшное. Ребят, вы объявление на кабельном видели когда-нибудь? О, такое ощущение, как будто отца Пере пишет. Товарищи, будьте осторожны, у нас воруют кабеля. Следите за крышами, а если что, стучите. Тридцать седьмой год на дворе, не говори. Так, кстати, вот мы тут переворошили много газет, да? И не могу не отметить один факт. Какой факт? В нашем городе нет желтой пресс. Как ужас! Откуда я узнаю, кто с кем в Парадисе ночью подрался? Перед кем включает от черника и соната, а? Не, это вообще какой-то информационный вакуум, я не знаю. Нам нужны слухи там, император, там, папаратор, там, папаратор. Так, ну и последняя новость на сегодня, про юсси. Ты давай провисел, решить не будем, а? А, что это? Ну, знаешь, провисел либо хорошо, либо ничего. Тогда по-ты тоже. Знаете, вот ташкентцы говорят, мол, на войне, на рапшан, в бучкуду, это большие деревья. А мы думаем так. Покажите нам еще одну такую деревню, где в огороде можно накопать золото пюром. Запоминайте, друзья, сборная КВН Ирландия. А мы встречаем следующую команду со своей версией приветствия, а у нас в огороде самая умилительная команда Новоинского КВН, команда КВН «Гламур» имени Биктоша Бобоевича. Добрый вечер, дорогие друзья! Сейчас мы будем выступать во время нашей выступлении. На красивых девочек не смотреть, на некрасивых стимболь не смотреть, на дождик, смеяться, хлопать и кайфовать. Дамы и господа, встречайте на сцене команда «Гламур» имени Биктоша Бобоевича! Дожили! В Европе деле выиграл дурак! Не дурак, а рыбак! Тем более! А в эфире у нас передача «Ты не поверишь!» Со словами «Он научит нас играть» на должность главного инженера завода ГМЗ-1 был принят ГУС ХИБИ! Кризис зашел и до детей! Чайный пакетик завариваем два раза. Пасы в суши в ночи три раза! Побед на российский канал «Биби Го» у нас выпустил телеганал «Биби и Джонс!» Повара нашего сайта наконец-то пожалели детей! «Украли только мясо!» «Украли только мясо!» «Украли только мясо!» «Завтра утром будет нормально!» «Где-то часов десять будет прохленно!» «В обед будет жарко! Но ярко!» Потому что наш спонсор команды, Билен, Билен, эй, Билен, живи на нашем яркой стороне. Все эти широкие случаи в пожарной службе. Так, теперь, в Балесе, это тебе дама, это тебе две шестерки. Трын-трын-трын-трын. Алло. Алло, это пожарная служба. Да. У нас вторая горит. Ой, что вы говорите, мы уже давно выехали. Тяма-тяма, я же поштил. Я тоже с фонтом. Трын-трын-трын-трын. Алло. 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 Дайте нормальному трубку. Грубит? Грубит, да? Алло. Да. Это пожарная служба. Да. Вас дома битва беспокоит. Очень приятно. Вы знаете, у нас дом горит, лобное место горит, все горит. А мы уже знаем, прикиньте, что это значит, помогите. А? Помогите. Помогите. Не слышно. Пожарная служба 01. Почувствуй нашу любовь. Так. Поехали. А у нас такого же реклама. Цыгинь, цыгинь, ай-ю-ю, цыгинь, 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 ай-ю-ю. Я слива беловая, сладкая, сардовая. Я абрикон, судя на Бадирон. Я... Я за мастер драйон-брамат. Я груша и спаку. По пути сломала руку. Я врю. Президент Рузи Джордж Буш, мой друг. Ялук. Спасибо. Ялук. А он банан. Почему? Потому что мой братан. А ну, фрукты, встаньте в ряд. Вместе мы. ЧП Шаукат. Поехали. Следующий номер. Случина Багарин. Хадоу Юрига Иштим, Садака Клей. Садака Радибалу, брезён 100 рублей. Садака, сделай брезён 100 рублей, пожалуйста. Понимаешь, денег нет. Всю зарплату перечислили на эту пластиковую карточку. На эту проблемку свой скажи. Единица на брезён 120 рублей, я. Подожди, как 120 рублей. Ты же что просил? А услуга? Надо ещё банк пойти обналичить. Я тебе чё, пиздельник, что ли? Серьма. Папа, ты обещал 100 лет, и мы поедем отдыхать. Обещал, я купил билеты в курорт. Дима, Дима, у вас билеты. Эй, девчонки, знаешь, кто выбирал курорт? Кто? Я. И куда мы поедем? Мы поедем, скажи. На Ебицу! На Ебицу! Папа! 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 Подожди! Папа, ты же обещал, что мы в Америку поедем? А? Сами на тебе идей. Я обещал, но в последнее время передумал. Знаешь почему? Почему? Я вам сказал, что там мышей полно. А? А, там мышей ходит. Эй, девушка, отожди, да? Эй, девушка, вот, скажи. Там по городу такие мыши, большими ушами, вот под аппаратами даже. Папа, это же Микю Мау! Микю Мау! А меня и тебе! Папа, скажи мне, пожалуйста, откуда я появилась? Тебе мне аист принес. А меня? А тебя зайчички. А меня? А тебя лисички. А меня? А тебя мне медвежонок принес. А чем? А сейчас мы верблюд принес. Шавкатский празднич, а ваше дождь, что вам принес? Мне воведу, что ангелы принесли. Вот принес? Правильно. АПЛОДИСМЕНТЫ Между прочим, меня тоже ангелы принесли. Обманывает. Вот видишь, папа, нормальным людям детей приносят ангелы, а тебе какие-то звери. АПЛОДИСМЕНТЫ Биктоша Бобоевича. Дорогие друзья, ну что ж, давайте под ваши бурные аплодисменты пригласим на сцену все играющие команды. Команда Коэн необыкновенная, команда Коэн догнать и перегнать, команда Коэн наши люди, своя волна, сборная Ирландии и команда Коэн ламур имени Биктоша Бобоевича. Ну что ж, и в первый раз за сегодняшнюю игру мы обращаемся к нашему строгому и компетентному жюри для оглашения оценок за конкурс приветствия. Я напоминаю нашему жюри, что максимально 5 баллов. Итак, конкурс приветствия. Первыми на сцену выходила команды Коэн производственного объединения новоиспромышкостроительного завода необыкновенная. 4, 4, 4. Все в случае 4 балла. Вторыми на эту сцену выходила команда Коэн догнать и перегнать. 4, 4, 4, 4, 5, 3. Третьими на эту сцену выходила команда Коэн наши люди. 4, 5, 5, 5, 5. 4, 4, 5, 5, 3, 4, 3. Следующими выходила команда Коэн сборная Ирландии. 4, 4, 5, 4, 4. И последними на эту сцену выходила команда Коэн гламур имени Биктоша Бобоевича. 4, 5, 5, 5, 4. Спасибо. Следующий конкурс по традиции, дорогие друзья, разминка. Как известно, самый сложный конкурс, максимально за который можно поставить 6 баллов. Тема разминки сельчане интересуются. Вот мы сейчас и посмотрим, чем же интересуются сельчане, наши сельчане. Итак, каждая команда задает по одному вопросу и по одному своему смешному ответу. И первыми задает свой вопрос команда Коэн необыкновенная. Сельчане интересуются. Почему, когда заканчивается зарплата, впереди еще целый месяц? Вот такой вопрос. Повтори еще раз, у меня к примеру слышат. Сельчане интересуются. Почему, когда заканчивается зарплата, впереди еще целый месяц? Отвечает команда Коэн «Наши люди». Повторяю. Все уходит на мою кису. Отвечает команда Коэн «Гламур» имени Биктоша Побоевича. Сельчане интересуются. Почему, когда заканчивается зарплата, впереди еще целый месяц? Когда заканчивается зарплата, впереди целый месяц? Эй, набор сказал, поздите. Отвечает команда Коэн «Сборная Ирландии». Сельчане интересуются. Почему, когда заканчивается зарплата, впереди еще целый месяц? А почему, когда начинается работать рабочий день, впереди еще 8 часов ничего не делали? Отвечает команда Коэн «Своя волна». Сельчане интересуются. Почему, когда заканчивается зарплата, впереди еще целый месяц? А разве у сельчана есть зарплата? Я купил новую кису. Свой вариант. Да, свой вариант. Не про кису. А, и последними отвечает команда Коэн «Есть все-таки вариант догнать и перегнать». Почему, когда заканчивается зарплата, впереди еще целый месяц? Не фикс-перва, не сожрать все. И свой вариант ответа. Команда Коэн «Необыкновенная». Сельчане интересуются, почему, когда заканчивается зарплата, впереди еще целый месяц? Зато, когда заканчивается отпуск, отпуск, не дают. Тоже хорошо. Следующий задает свой вопрос. Команда Коэн «Догнать и перегнать». Оказывается, 45, баба-ягодка опять. А что вы думаете по этому поводу? Отвечает команда Коэн «Своя волна», повторяю вопрос. Оказывается, в 45, баба-ягодка опять. А что вы думаете по этому поводу? А в 75, дедом опять. Отвечает команда Коэн «Маши» «Люди». Оказывается, в 45, баба-ягодка опять. А что вы думаете по этому поводу? После 45 градусов, любая баба-ягодка будет, знаете? Отвечает команда Коэн «Гламур» имени Биктоша Хубоевича. Оказывается, в 45, баба-ягодка опять. А что вы думаете по этому поводу? 45 плюс 45, ягодка высохла выше. И отвечает команда Коэн «Необыкновенная». Оказывается, в 45, баба-ягодка опять. Что вы думаете по этому поводу? Я вчера по городу вечером прошелся, чуть 10 килограмм клубники не собрал. Отвечает команда Коэн «Сборная» «Ирландия». Оказывается, в 45, баба-ягодка опять. Что вы думаете по этому поводу? Бабу-деду 50, вместе мы фруктовый сад. И, если нет больше вариантов, Своя версия, команда Коэн «Догнать» и «Перегнать». Оказывается, в 45, баба-ягодка опять. Что ты думаешь по этому поводу? Судя по этой поговорке, вновь около 95 тонн. Это одинокая ягода. Следующий задает свой вопрос команда Коэн «Наши люди». Веселый молочник размешил караунд так, что струя молока пробила ведро. Сельчане интересуются, где найти нормальных друзей. Заставил задумывать еще. Есть, есть вариант. Отвечает команда Коэн «Своя волна». Веселый молочник размешил караунд так, что струя молока пробила ведро. Сельчане интересуются, где найти нормальных друзей. В городе. Отвечает команда Коэн «Наши люди». Веселый молочник размешил караунд так, что струя молока пробила ведро. Сельчане интересуются, где найти нормальных друзей. На одноклассниках. Отвечает команда Коэн «Наши люди». Необыкновенная. Веселый молочник размешил караунд так, что струя молока пробила ведро. Сельчане интересуются, где найти нормальных друзей. Ты так без друзей останешься, если под струю попадешь. Отвечает команда Коэн «Сборная Ирландии». Веселый молочник размешил караунд так, что струя молока пробила ведро. Сельчане интересуются, где найти нормальных друзей. Не знаю, как у вас, а у меня нормальные друзья еще в детском садике закончились. Отвечают команды КВН наши люди Вещелый молочник размешил корову так, что струя молока пропила ведро Сельчане интересуются, где найти нормальных друзей Вот говорила мне мама в детстве, не связывайся с плохой компанией А я взял и связался с компанией и сделал Спасибо Следующими свой вопрос задает команда КВН своя волна Они ходят туда, чтобы поесть и поесть вжиматься Смотрите возле ЦУМа, голодных тутоников, но мы не об этом А у нас вопрос, сельчане интересуются, почему возле ЦУМа так много тутоников Отвечает команда КВН сборная Ирландии Добрый вечер Сельчане интересуются, почему возле ЦУМа так много тутоников Вы знаете, примерно раз в год многие теории дают свой ответ Например, теория Дарвина Раз в год мы все становимся обезьянами на тутониках ладзи и пушек Отвечает команда КВН наши люди Повторяю вопрос Почему возле ЦУМа так много тутоников Чтобы кидаться Если нет больше вариантов Отвечает команда КВН необыкновенно Сельчане интересуются, почему возле ЦУМа так много тутоников Самое главное, что у ЦУМа нет коров с мощной струей молока Отвечает команда КВН, ну и свой вариант Ответа команда КВН своя волна Сельчане интересуются, почему возле ЦУМа так много тутоников Потому что в Наваи больше нет достопримечательностей, куда водить туристов пообедать Два раза в два Следующий вопрос задает команда КВН сборная Ирландии Вы знаете, Наваи как планета Земля У нас же даже свой спутник есть Отвечает команда КВН гламур имени Пиктоша Бобоевича Вы знаете, Наваи как планета Земля У нас тоже есть свой спутник Эй, Чама А? Ты где живешь? В городе Значит, ты землянин? Эй, Ага А? Вы не дичьёте Я живу на спутнике Спутнике? А? Когда вы? Марферы Да Отвечает команда КВН своя волна Вы знаете, Наваи как планета Земля У нас тоже есть свой спутник А случайно название этого спутника не Девятка через незамет Это рейт Байконура Отвечает команда КВН наши люди Город Наваи как планета Земля У нас тоже есть свой спутник Вот вчера один спутник летел на Землю Испугался, что попадет на дом 2 И развернулся, улетел обратно там Вот так Каштаг ВАЗИНа Ну и если больше нет вариантов Есть, да? Отвечает команда КВН догнать и перегнать Город Наваи как планета Земля У нас тоже есть свой спутник Планета КВН круче Отвечает команда КВН необыкновенная Прежде чем команда необыкновенная ответит У меня есть сюрприз для команды необыкновенной Это СОК Настоящий Я все равно не подобрею Так вот, планета Земля Город Наваи как планета Земля У нас тоже есть свой спутник И как всегда на планете Земля Есть свои Соединенные Штаты Америки Это Шамс, который везде просунул свои щупальца И последнее я задаю свой вопрос Команда КВН Гламур имени Бектоша Бобоевича Сельчане говорят по-узбецки Но интересуются по-русски И требуют, чтобы футбольную команду Пахтакор Переименовали Потому что они своей игрой позорят Честное имя Хлопкорога Повторяю Отвечает команда КВН СВОЯ ВОЛНА Футболисты позоворят Честное имя Хлопкорога Зато наши футболисты схитрили Они убрали ворота со своей половины поля Отвечает команда КВН СВОЯ ВОЛНА Футболисты позорят честное имя Хлопкорога Вы знаете, команду Пахтакор можно переименовать Например, команду ПАЛАПАЛА Поэтому, что давайте будем откровенны Кто у нас собирает хлопок в этой стране? Отвечает команда КВН СВОЯ ВОЛНА Отвечает команда КВН необыкновенная Футболисты своей игрой позорят честное имя Хлопкорога У нас вообще футбол в Узбекистане играет как шаппуты Один ходит, все смотрят Ну и если нету больше вариантов То своя версия команды КВН Гламур имени Пиктоша Толговевича Ну а теперь А теперь ознакомьтесь со всем списком Что еще не нравится нашим сельчанам Нашим сельчанам не нравится, что узбекские машины С корейскими названиями продают за американские деньги Последний концерт Бориса Моисеева Диагноз Руслана Чагаева Ростислав Сглюшенко из Минуты Славы Проводник пятого вагона поиска Бухараташкент Юниор Лига Претензий нет Джордж Буш Это личное мнение председателя колхоза Остановка возле Янги Базора Мультфильм Шрек Это личное мнение председателя колхоза И Анжелина Джоули Потому что меня не усыновила И это личное мнение Джанжина Спасибо Ну что ж, друзья И на этой оптимистической ноте Закончился конкурс-разминка Командой можете готовиться к музыкальному домашнему заданию Ну а мы, друзья, поаплодируем горными и теплыми аплодисментами Закончен конкурс-разминка И я вновь обращаюсь к нашему уважаемому жюри Для объявления оценок за конкурс-разминка И если можно, хотя бы с рейхи вам за приветствие Огласите Для начала оценки за разминку Итак, первыми свой вопрос задавала команда КВН необыкновенная «Четыре, пять, шесть, шесть, шесть» Спасибо Следующий свой вопрос задавала команда КВН «Нагнать» и «Перегнать» «Пять, четыре, три, четыре, три» Спасибо Следующий свой вопрос задавала команда КВН «Наши люди» 5, 5, 3, 4, 4. Следующий из моего вопроса задавала команда «Своя волна». 5, 5, 3, 5, 4. Следующий из моего вопроса команда «Сборная Ирландии». 6, 4, 6, 4, 3. И последний из моего вопроса задавала команда «Ламур» и «Ликтоша Богоевич». 4, 6, 5, 6, 5. Спасибо. Ну что ж, едем дальше. Следующий конкурс «Музыкальное домашнее задание». Тема музыкального домашнего задания «Музыкальный сеновал». Максимум за конкурс 6 баллов. Если на вас напал маньяк-очкарик, не бойтесь. Вытерните ремень и втойте стекло. А у нас блок исключительно узбекских миниатюр. Добрый вечер, это передача «Келинка» на «Врагачка». Чувак, ты готов лицо «Келинка»? Черт возьми, ты готов? Ты 100% готов? Вот чувак, вот на «Келинка». Это же не «Келинка», это «Кайнанашка». Ты что натворил, идиот? Перепутал, что ли? А у нас узбекский фильм ужасов. Нееет, неееет, неееет. Ты выйдешь на него замуж. Нет, папа, мальчик. Мальчик? Алло, астрораке у меня скинагаста? Да, стой, да, стой. Песня про узбекскую свадьбу. Поешь и миг слава, правди вы. Ненавижу торжества. Если сразу выпил салат, то да. А если вес, то не хочется. И что-то вроде залежства. И что-то вроде, что много ловит. Купил себе тёлки дым, сигарета, свадьба. А наутро болит голова. Болит голова. Представьте себе, Киркоров приехал в Узбекистан на узбекскую свадьбу. Эй, салам алекоп. Выехали! Виба, наива, 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 Students' Единственная моя, единственная моя, Светом отручённая, светом отручённая, Эй, светлая моя, моя. Немного жаль моей улыбки, Немного жаль моей лутейки, Всё это было, но, увы, Лучше не будет так, как было прежде. Эй, зайка моя, я твой зайчик, киска моя, Я твой мяч, дверка моя, Я твой куча, сока моё, Я твой лучик, твоя мая, мая, зайка, Зайка моя, мая, зайка, Зайка моя, мая, зайка, Тика моя, мая, зайка, Сахман увидимся! Индусы выпустили машину Тика и Зика. А наша команда у Ясновидящей. Ясновидящей? Это команда КВН Догнать и Перегнать. Что ты видишь? Я вижу зал, да, я вижу зал. Они вам аплодируют, я сказал, аплодируют, аплодируют, аплодируют. Я же сказал, ясновидящая. Ясновидящая? А кто ведёт? Ведёт ясновидущий КВН ШАП, ШУХАТОВИТЬ. А в жюри кто? В жюри сидят высокоинтелегентные люди, и толерантно воспитаны, которые не подуются, лезьте и провокации. После этой фразы они вам пятёрки поставят. Так, ребята, вы принесли кровь в детственника? Ой, Данила. Нет, потому что тут скотина не клубится. Берите эту скотину отсюда. Отсойди, скотину. А может, что им замен можно? Хорошо, принесите мне этот шаприк, гиандра, голову гугенота, кровь ансилопы гнум, ну и самсук. У нас только самсук? Ну, не чё страшно, все эти продукты есть в самсе. Ребят, я вам сделаю зелье, и мы точно победим. Нет, нам не надо никакое зелье. Мы выиграем своими силами. Конечно. КВН нельзя выиграть ни за какие деньги. Простите. КВН может выглядеть своим умом и интеллектом. Уважаемый жюри, на вам. Я сейчас реально умные вещи говорю. Команда КВН догнать и перегнать, у нас есть деньги. Эй, эй! Это было музыкальное задание, музыкальный сеновал, команда КВН догнать и перегнать. А мы встречаем следующую команду, команда КВН своя волна, со своей версией музыкального домашнего задания. Итак, дорогие друзья, на сцене со своей версией музыкального домашнего задания, музыкальный сеновал. Команда КВН своя волна. Представьте себе один день из жизни городского мальчика, который приехал в Кишлак к бабуле на каникулы. Кишлак! Ай, чё, 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 чё? Сахар? Тимур? Как дела? Чё? Тимур? Чужой. Чужой, чё? Чё? Как дела? Чё? Как дела? Чё? И где наш третий друг? не за он образовался у человека мама просто не стало и знаю внучок бабуля внучок бабуля чё ты меня тут пожрать привез бабуля что ты делаешь да я твой паспорт ищу махалимонского даю я сейчас вернусь и меня здесь подошли так а не переживай может пойдем как в старинные времена на речку на ту самую речку на ту самую речку на ту самую речку клады искупались ух дьё 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 помнишь это у тебя же соседка была же ну Таня ну это она женилась нет нет чё не женилась что ли нет не женилась она давайте расскажите чё какие новости тут одну новость рассказать да вы не поверите чё случилось чё серьёзно серьёзно чё 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 вы слышали новый гимн Чернобыля нет как не слышали давай послушаем гимн Чернобыля не слышали что ли нет слушайте Пырышки, 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 пырышки. Малитые у меня. Нормально. Нормально. Завтра, кстати, ты к нам на каникулы у вас только приехал? Эй, знаешь, Тимка, я сюда на пару дней. У меня же это, брат в консерваторе поступает. Серьезно? Серьезно. Тем более у него завтра, сегодня день рождения. Кстати, брат, мы как-то без подарков. А знаешь что? Я ему из города такой подарок привез. Я говорю, вы без подарков. Пойдем выбирать. Пойдем выбирать. С днем рождения, Белякя. Вот вам капуста, Белякя. Понравильная? С днем рождения, Белякя. Белякя, с днем рождения. Это скрипка Стратегарева. Белякя, это же старое уже. Новое еще им давайте. Завтра у нас будет здесь конкурс. Музыкальный синемал. Вы же всех выиграете, да? Выиграет. Это было музыкальное домашнее задание. Музыкальный синемал. Команду КВН «Своя волна». А мы приглашаем на сцену команду КВН «Гламур» имени Бектоша Бубоевича. Со своей версией музыкального домашнего задания. Музыкальный сеновал. Музыкальный сеношар. Музыкальный сеношар. Кирокомария музыкальный сеновал. При поддержке «Общий пикчерс» и «Ха-ха-юнион» представляет сказочный триллер «Волт» и примерно «Северо козлят» в старогородском варианте. Опа! Ой, 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 жама, по чё танцуете? Давайте, дети, нашу. Еп. Давайте. Опа! Вы, как лякарь, смотри, Вы, Серёжа, золотые, Вот сайфинг, Золотые. Но красивые потом, Посмотри со всех сторон, Посмотри со всех сторон. Танцуй, краслята, И плачь, волчара, А у меня самый, самый, Самая красивая папа. Папа, давай сыграем в борода. Давай поиграем. Давайте я начну с буквы А. Америка на 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 А. Подождите, у нас какая-то игра бесконечная получается. Америка на А. Папа, давай посмотрим телевизор. Давайте, а чья очередь сегодня будет телевизором? Джамена. Давайте, нянечка, ваша Джамма покажет что-нибудь сегодня. Америка на А. Америка на А. он говорит о том как нужно беречь зубы что беречь зубы нам нужно что делать а где у нас молоко вот поэтому ваша нянечка замшин вас научит доить корову вот так вот вот например коров его зовут Машка к Машку приходите не вспомним Машка 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 скажите потом пикаешь себе зайдет пометки возьмет потом а потом тягете стул но надо соблюдать гигиена для гигиены надо будет нам один тряпка вот яичко ведро вот возьмете тряпки вот так вот так вот так вот так вот так потом начинаешь доить возьмешь вот молоко как естественно нам корова сделали молоко нам не надо корова это же лучше ладно дети идите сюда идите сюда у меня для вас две новости одна плохая а вторая очень плохая с какой начать я еду за товаром чемпион ура а плохая у папы жизнь ура я а что ты нам с чемпионко привезешь я вам привезу брюки долл че Read 1 рубашки дольки к вам на носки дольки к вам на трусы дольки к вам на короче все дольчика почему все дольщика потому что если придет волк двери не открывайте это местный участковый зеркальцем скажи на всю правду доложи кто на свете всех милей всех румян юбилей зеркальце находится вне зоны отслуживания чертовый юсел лавая пошел козлята что мы будем делать если придет волк мы будем петь какую песню вот такую пора 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 радуемся на свою веку за воду и славоту счастливому пленку пока 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 это я ваш папа приехал с чемпента откройте дверь откройте вам сказал голос грубый дайте хотя бы спичек мне я же не лошадь меня не убьют а то я влезу в окно если влезу а по моему застрел застрел так дети что здесь происходит волк застрел какая встреча сколько лет сколько сил ну-ка дети отвернитесь я тоже да ну волк извини извини можно на тебе мама на тебе мама на тебе я больше не буду ну что ж дети простим волка да тут они простили волка взяли его жить к себе стали жить поживать да добра наживать тут и сказочки конец а кто слушал молодец папа а за что мы любим кавэн ну доча как тебе это объяснить кавэн это лучше чем сгущенное молоко лучше чем мороженое лучше чем виляющие бедра на уму кемпбл лучше чем шаги Нила Армстрога по луне лучше чем все тестистероны Арнольда Шварценегера лучше чем соло Хэндриксон лучше чем все тантрические генетические моменты будь лучше чем жизнь лучше чем свобода даже лучше чем Анжелина Джоли? не-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е это было музыкальное домашнее задание команды КВН «Гламур» имени Виктоша Бубоевича а мы приглашаем на сцену следующую команду команду КВН «Наши люди» итак музыкальное домашнее задание музыкальный сценовал на сцене команда КВН «Наши люди» ну что ж наш колхоз специально удерживал у жителей Дорпату чтобы пригласить на конкурс Евроколхоз двух знаменитых ведущих Иван Ургант и Тина Канделаке музыкальный сценарий Добрый вечер, добрый вечер дорогие друзья сегодня я Тина Канделаке и Иван Ургант будем развлекать вас на конкурсе Евроколхоз а потом я поразвлекаю вас в гримерке ну а пока смотрим первых конкурсантов первую дворовую группу смотрим Знаешь ли ты вдоль ночных дорог шла босиком не жалея ног эй пацан ты кто? Чичай! Осенью волосы гурченька желтеют и падают а мы не об этом как вы помните в прошлом конкурсе Евроколхоз победил тракторист Ваня с одноименной песней Ваня Ваня, Ваня, Ваня не помните? Ваня, 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 Ваня Вспомнили? Ну и молодцы а мы переносимся на редактуру нашего конкурса Евроколхоз Добрый вечер, вы редактура? а я редактор а значит я к вам я буду готовить российскую певицу а она будет петь ну показывайте ваш сценарий что у вас у меня есть такое предложение если она выйдет и споет песню уходи если сможешь стань опять одинокой забирай все что хочешь только ты не трогай так что вы поете успокойтесь наконец со своей песней хорошо есть другая песня послушайте и сядьте успокойтесь не нервничайте сантехник, гаишник, судья и футболист пожарник, электриковой и просто турист танкист, трепетер, матрос и боксер гаишник, майор, лейтенант и волонтер я не знаю как рассказать что это лучшая ночь что вы поете перестаньте со своей песней это не пойдет, нет? сядь, сядь, сядь есть еще про нового президента Америки ну давайте послушаем новый президент Америки новый президент чунга-чанга новый президент ешь как колст, ешь бананы президент теперь Обама я говорю нет и точку нет, а? нет? нет, ага тогда еще одна долина чудная долина хлопковые поля дурманы ля-ля-ля стоп стоп, стоп молдите, молдите отойдите назад отойдите назад нелепая смерть поэта ну давайте показывайте вы смотрите смотрю нелепая смерть поэта я повторяю ну что это такое? что у вас дальше к сценарию? хорошо, есть есть предложение предложение вы отреагируете на это Билан ездил два раза на Евровидение правильно? так, представляете пишет Билан пишет Билан первичное появление выкидывает пиджак пиджак запутывается но там по программе короче, пишет, пишет раз пробивает первую стену раз пробивает вторую стену и раз я предлагаю поставить третью стену бетонную чтобы он раз так и навсегда все, спасибо! что вы говорите, мы еще не будем и масло лилось рекой и мука по ветрам разлеталась и я там был и масло пил по усам тепло невкусно а у нас конкурсант из Набахора Бумбак Стакалакатум встречайте, друзья! шокирующая новая новость Елизавета вторая ходит на брейк-данс а у нас конкурсант введуты программы от минуты славы а у нас конкурсант любишь любишь black and white и больше, чем меня а black and white ты взлетаешь бред а black and white все твои мечты ну а ради славы позови позови теперь корея делится на три части северная корея южная корея и корея новоистского аэропорта а у нас последний конкурсант хор таксистов раз, два, три ну что ж, дорогие друзья вот и подошел торжественный момент торжественный момент мы сейчас выясним победителя нашего евроколхоза итак скрываем конверт скрываем конверт как неожиданно победил рыбак рыбак конечно все это шутки шуточки а давайте поговорим о серьезном люди перестаньте после очередной победы сборной России по футболу кричать ооо наши выиграли ооо наши победили наши это те, которые постоянно проигрывают и так смотрят телевизор на футбол по телекам спасибо мне надо мне надоел ваш первый канал второй канал я смотреть вы не стал четвертый десятый и пятидесятый куда ни включи другом поднятие генеральный только кнопками ни щелкли на пути паркат не заменит телевизор я так устал всего этого стая и вот именно поэтому из окна гостиничного номера своего я телевизор выкину на окно куплю билет на ГВФ и что влюбл это так пока Это было музыкальное домашнее задание, музыкальный синавал команды КВН «Наши люди». Ну а мы встречаем следующую команду, команду КВН «Сборная Ирландии». «Сборная Ирландии» представляет от создателей приветствия музыкальный конкурс, музыкальный синавал, часть первая музыкальный «Се». Ирландская народная сказка «Репка». Итак, посадил дед репку. Так, кто дед? Я дед. Я не репка. Эй, стой, 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 репка, стой, 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 репка. Так, я не понял, это почему это я репка? А кто? 90 килограмм живого организма. Вообще-то 85. Да какая разница? Посадил дед репку. Репка выросла большая-пребольшая. Ну а кто бы сомневался-то, господи. И стал дед репку тянуть. Слышь, давайте я за что-нибудь подержу, а? Ты себя подергай за что-нибудь. Ой, 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 начали. Тянет, подтянет, вытянуть не может. Ну, слабак так, господи. И позвал дед бабку. Тебя зовут. Тебя зовут, я не пойду. Я не пойду, я на бабку не похож. Я че, бабка, хорош ругаться уже, а? Все равно, из вас одна внучка, другая бабка. Решайте быстрее. Раз, два, три. Давай, бабуля, песок за собой собирай. Я все равно молоденькая. Бабка за детку. Эй, бабка, 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 тихо, еще не время. Бабка за детку, детка за репку. Тянут, подтянут, вытянуть не могут. Ну, два теперь слабака, что изменилось-то? И позвала бабка внучку. Люк. Иду. Внучка за бабку, бабка за детку, детка за репку. Тянут, подтянут, вытянуть не может. Ну, команда слабаков теперь, прости меня, Костя. Так, тих-тих-тих-тих, нервы дороже, тебе дороже, тихо. И позвала внучка шучку. Эй, какую шучку? У нас людей в команде больше не может. Так, 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 собрались, собрались. Тянут, подтянут, вытянули репку. Поклон, смыли. От создателей музыкального сия, часть вторая, музыкальный вал. Случай на ирландском телевидении. Здравствуйте, уважаемые зрители. Итак, у нас сегодня в гостях известная рок-группа из Германии, Токио-отель. Встречаем. Если я чешу за спилки, не беда. В голове моей опилки, да, да, да. Но хотят там и опилки, но кричалки им опилки, а также шутки. Так, я не понял, только гадошек. Итак, кто это? Мы, Токио, хотел отель, отель, мотель, отель, короче. Вы не Токио-отель. Почему вы так решили? Во-первых, вы говорите по-русски. Ну, вы тоже? Да, но я не из Германии. А, ну он имел в виду, мы русский язык в школе учили. Да, в Токио. В каком Токио? Группа Токио-отель из Германии. Вы чешу? Вамили. Стоять, стоять. Он, это, так и имел в виду, просто чуть-чуть ошибся. Ваше чуть-чуть, если вам известно, на полземного шара тянется. Земля-шар? Представь себе. Ёбалки. Так, я вам еще раз говорю, вы не Токио-отель. Ну, что вы толчетесь, не Токио, не Токио, да Токио-отель. Вообще-то вы знаете, что группа Токио-отеля это два брата-близнеца. Да, и если вы мне скажете, что вы близнецы, то я съем свой микрофон. Мы близнецы, ешь микрофон. Вы не близнецы, вы не похожи вообще. Так, ладно, тебе сколько лет? Двадцать пять. А тебе? Двадцать два. И после этого, ёпая, с этой, вы близнецы, да? Ну да, мы близнецы, у нас просто родители разные. У меня мама, у него папа. А у меня дед. До Берлина дошел, ты че? А-а-а, мы это, мы по гороскопу близнецы. Да, я Лев, он козерог, близнецы, короче. Так, хорошо, ладно. А кто из вас кто? В смысле? Как зовут вас? Ага, вот он вопрос с подвохом. Если мы из Германии, я Гансон Фридц. Вообще-то били, Том. Ну, что ну? Ну, он так и сказал, я Том, он Джерри. Бил. Неважно. Полили. Стоять. Фамилия ваша? Капец. Каулиц. А, хрен резьки не слаще. Так, последний раз вам говорю, вы не Токио-отель. Но почему же? Вообще-то знаешь, что ты? Пол. Вообще-то похож на девушку. Незаметно. Ха, я согласен. Ты посмотри, какая грудь. Уверенный второй. Чего? 16 лет, уверенный третий. Так, вы вообще когда-нибудь видели группу Токио-отель? Вот вы урода. Заткнись. Это фотошоп, я тоже так умею. Ладно, хотите доказать, что вы Токио-отель? Да, легко. Тогда сходите на отключитель. Бой давай. Белые кораблики, белый, спалились. От создателей музыкального серии, но заключительная часть трилогии, музыкальный вал. Лондон, студия Эбби Роуд, очень важная запись. Это будет хит. Это будет мега-шлягер. Мы взорвем всем мост. Так, а где композитор? Где музыка? Что такое? Опаздывай. Вот ваш миленький композитор, вот ваша великая музыка. Так, так, так. Ля-ля-ля-ля-ля. Гениально. А как же вы хотели? Осталось слова наложить. Где поэт Африк? Что такое? Очень-очень-очень. Вот он я, вот он. Всю ночь не спал, писал, сидел. Где надо. Ну-ка, ну-ка, давай, 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 давай. О-о-о-о-о-о-о. Бурш, бурш. Смерть, смеха собрались, собрались. Кстати, кстати, вы знаете, что у нас на голосе сам. О-о-о-о-о-о-о. Прям сам. О-о-о-о-о. Сам. О-о-о-о-о. Отсел ходит. О-о-о-о-о-о-о. Съемки, клипы, кастроли. Достало все. Вообще времени нет. Слышь, ну где там твоя писанина? Это будет хит, хит. Ну вообще звезда в шоке. Так, у меня всего пять минут, где студия? Вот туда, пойдите, пожалуйста, туда. Чай, кофе. Чай у Зелененького, зачем? Два кофе можно нам? Так, звезда готова? Да-да, готова. Значит, готова. Так, Чичина в студии, начинаем. Сейчас, как он срывает, в этом студии. Начинаем! Три, два, один, записываем. Так, отлично, отлично, хорошо. Прелесть, прелесть. Вот, 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 вот. Записано! Это вообще фигня! Да это хит, хит, хит! Так, мы прослушивать будем или нет? Давай, давай, давай. Моя мамулечка, твоя дочерочка, звоните. Генеально! Супер! Терри, мальчик, да! Ладно, ребят, вот знаете, меня смущает один факт. Вам не кажется, что мы что-то не то делаем в юниор-лиге? А вас это не смущает? Конечно, смущает. У меня вообще-то дочке уже полтора года. У меня вообще двойня. А у меня дед до Берлина дошел. Сборная Ирландия благодарит за участие в конкурсе Ростислава Глощенко! Это было музыкальное домашнее задание команды КВН сборной Ирландии. А мы встречаем следующую команду. Команду КВН Необыкновенная. Производственного объединения Новоистского машиностроительного завода. Итак, музыкальное домашнее задание, музыкальный сценовал. Команду КВН Необыкновенная. В год благоустройства и развития села в деревню Лопухова приехала корреспондент радиопередачи музыкальной «Синовал». Здравствуйте, меня зовут Дарья. Я корреспондент из радиомузыкальной «Синовал». Слушайте нас на АФМ-102.7. Здравствуйте, я представитель совхоза нашей деревни. И что же вас привело в вашем деревне? В год благоустройства и развития села мы решили рассказать про вашу деревню Лопухова. Кстати, а почему она так называется? Вы понимаете, что у нас в деревне живут одни, то есть растут одни лопухи, поэтому назвать Лопухова. А что у вас есть такого интересного и чем она вот так вот представлена? А у нас очень интересный дом культуры. Парадис называется. Давайте посмотрим. Хотите посмотреть? Хорошо. Вот смотрите, мы с вами находимся на первом этаже нашего дворца культуры Парадис. Вот справа от вас кабинет председателя совхоза. Это мой кабинет. Слева от вас это у нас диско-клуб Лобзик. А почему Лобзик? Ну, понимаете, раньше там плотницкий цех был, поэтому Лобзик называется. Хотите посмотреть? Да, пойдемте. Так, что здесь происходит, а? Что здесь происходит? К нам с города приехали, про нас пишут, про нас рассказывают. Это нас здесь, это клуб? Так, диджей-гармонист, где он там? Поставь нормальную музыку. Сейчас поставлю, секунду. Ой, какая хорошая дискотека. Можно я потанцую немножко? Ну, вы потанцуете, заодно, может, с нашими местными ребятами познакомитесь. Давайте. Девушка, давайте познакомимся с вами. У меня есть Мерседес. День много. Так не получается, надо что-то придумать. Эй, девушка, это неизвеждая познакомка к Лайлик. У меня белый некс. И есть танец, не стекла, пластик, как карма. Даша. Джахонгер. Ну что, Даша, как вам наша дискотека понравилась? Ой, вы не представляете, я в шоке. Первый раз вижу трактор белый. Плюс к этому у него титан в покрышке написано «Nexus Chevrolet». А у нас сейчас все в деревне в кредит такие тракторы берут. Это нормально. Кстати, у нас еще есть бар караоке. Ой, да. Пожалуйста, итак, специально для вас, для нашей гости. Бар караоке. Подходим, поем, не стесняемся. И у нас все про деревню, про наше село. Итак, первая песенка. А где-то лондонский дождь, тобой на крик. Я корову доил и получил копытом. Ну, это, понимаете, наши тоярки вот так вот. Бывает такое. У нас есть еще хорошие песенки. Вот, пожалуйста, послушайте. Эй! Пора, пора, поранился случайно я об нож. Ну что ж, поделать руку обратно не пришьешь. Это у нас мясники так поют, понимаете? Есть у нас детские специальные детей. Вот, пожалуйста. Пусть мама услышит, пусть мама придет. Пусть мама меня в капусте найдет. Ну, это у нас дети все так думают, что капустик находит. Ну, еще одна из очень интересная, актуальна. От улыбки к улыбке к ней. От улыбки в небе радуга проснется. Поделись коровою своей. И говядиной она к тебе вернется. Вот, это тоже наши мясники на базаре света живут, наши деревья. Вот, пожалуйста, это был... Хотите пройдем мы дальше на второй этаж? А что у вас там? На втором этаже у нас больница. Больница? В культу... В доме культуры? Ну, понимаете, наш дом культуры строили в преддверии экономического кризиса. Что было экономить у нас на первом этаже? Дискоклуб на втором больнице. Подрался, вверх поднялся, вылечился, спустился, опять подрался, опять поднялся. Скорую вызывать не надо, экономия бензина. Интересно. Так, сейчас как раз-таки там, в хирургическом отделении делают операцию. Хотите посмотреть? Да. Давайте. Давай. Извините. Больной, вы бы не могли мне помочь? Спасибо. Алло. Да, дорогая, здравствуй. Как где? На работе? Да, операцию делаю. Что надо купить? Сахар? Хорошо, куплю давай пока. Спасибо, больной. Продолжим операцию. О, извините, пожалуйста, вы не могли бы... Извините, это у меня теперь. Алло. Что значите? Я на операцию. Что купить? Хорошо. Что-то же сахар надо купить. Да, да. Ладно, я зашиваю, все. Опять. Это у меня или у вас? Это. Это. Доктор. Вы в животе телефон свой забыли. Телефон? Домойите мне. Домойите мне. Все, вы приходите-ка через неделю, как раз батарейка сяет, мы вам ее, дурьим путем, вытащим в ваш телефон. Не переживайте. Хорошо? До свидания. А, извините. Да. Я логопеду. А, я логопед. Скажите, пожалуйста, вилка. Вилка. Скажите, пожалуйста, ложка. Ложка. Ага, скажите, пожалуйста, лопата. Лопата. Ну вот, а вы волнуетесь. Не, вы не поймете. Доктор, я букву Ре не выговариваю. А мне какая разница, чтобы не выговариваете, и сейчас у него. Качайте. Прощайте. Ну, что... Я в шоке, знаете, вы председатель колхоза. Тут же и хирург, и логопед, и караоке сами поют. Почему вы только один это делаете? Я же вам говорю, в преддверии экономического кризиса, вот мы заранее, да, предусмотрели, у нас одноштатная единица всего лишь на все это. Будет даже если сокращение, никого не надо увольнять. Безработица у нас там пойдет. Вот так вот. А что у вас на последнем этаже? Нет, у нас сейчас на третьем этаже есть. А на третьем у нас новая съемка нового реалити-шоу Свиноферма 2. Пошли посмотреть и на реалити-шоу. 15 клевых свиней на проекте Дом 2 С нами Хрюша Собчак и Свинка Бородина. 15 клевых свиней на проекте Дом 2 С нами Хрюша Собчак и Свинка Бородина. Вот, вот такая вот свиноферма 2 у нас. А вот на четвертом этаже, на последнем, гордость нашей деревни. Вы не представляете, что у нас. У нас есть своя рок-группа. Доярки называется. Да. Ну, это дети наших доярок, вот теперь они поют. Итак, группа доярки. Встречайте. Сегодня в целом, где не туда, из коровы я. Я всю с собой песочек, очень нравится мне. Ну, ну, еще один, ну, да, поцепи, что ли, за пять. Зайду до магазина и продам его опять. Зайду до магазина и продам его опять. Зайду до магазина и продам его опять. вот наша одна сельчане сейчас одна сельчане где вы там и в заключении знаете что хотел сказать а давайте обратимся просто к залу тех кто сегодня пришел на кВн мы по крайней мере наша команда конечно лига называется юниор лига мы должны же играть наверное в лиге юрского периода все-таки еще играем в юниор лиге ну по крайней мере мы тачим за собой наших детей которые недавно пели мы очень рады что 2009 год действительно стал годом благоустройства и развития села дай бог что благодаря этому году многие селы превратились после благоустройства и развития в такие красивые города как наш город на войне мы любим свой город спасибо что вы пришли на нашу игру это было музыкальное домашнее задание команды квн не обыкновенная прежде чем я обращусь к жюри дорогие зрители хочу обратиться к вам хочу сказать вам что это еще не все это еще не конец можно не вставать и не уходить раз закончился конкурс домашнего задания вас ждет еще один маленький сюрприз прежде чем наши жюри объявят оценки за музыкальное домашнее задание подведет итоги мы предоставим вам такую возможность дорогой жюри и поставим сюрпризный ролик для всех жителей нашего города и так видео ролик квн наш родной любимый и самый золото симпатичный город на и город где даже табуретку использовать не только на кухне но и в рейсовых автобусах и маршрутках город где слова засмин это не только цветок и певица но и рулон туалетной бумаги город где на деревьях кроме сочных спелых фруктов растут еще и сочные тряпки и спелые пакеты в нашем городе очень много товаров местного производства и многих других фактов которые никак и никогда не рекламировались и мы решили представить чтобы было если бы все это рекламировалась по российским или голливудским стандартам и так внимание двигатель прогресса или ее величество новоийская реклама когда не знаешь что сказать не нужно слов подарить гриб и простуда давать еще кто-то из пылу сгладил гриб конкретно победит гриб конкретно победит вы забыли про нас на слов всем мы живы слипнется стерпится слюбится наша продукция даже в воде не тонет компания суббит мы и всего делаем конфеты и 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 КОНЕЦ Ноинский трикотаж. Мы откроем вам гардероб. Индивидуальный подход к каждому клиенту. Распасовка на любой вкус. Высокое качество. Верность традициям. Неописуемое блаженство и наслаждение. Неповторимый аромат и незабываемый вкус. Закушек ураган. На протяжении многих веков. На этой земле ранним утром, когда, казалось бы, ничто не может произойти, из туманной мглы неизбежно появляются они. И когда придут они, нарушится мертвая утренняя течена и покой всех скачьих жителей. И никто уже не сможет больше спать, больше спать, больше спать. Верность традициям. Надо. Блины будут печь. От создателей кисломолочных продуктов. Молоко Хаймор Чага. Торона встает, тому Бог молоко дает. Торона встает, тому Бог молоко дает. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Ну что ж, дорогие друзья, это был ролик о новой рекламе. Ну а мы под ваши бурные теплые аплодисменты приглашаем на сцену все игравшие сегодня команды. Итак, команда КВН необыкновенная. Команда КВН догнать и перегнать. Команда КВН наши люди. Команда КВН своя волна. Команда КВН сборная Ирландии. Команда КВН гламур имени Бектоша Бобоевича. Ну что ж, закончился конкурс музыкального домашнего задания. Это и, в принципе, вся игра. И я обращаюсь к нашему уважаемому жюри для оглашения оценок за конкурс музыкального домашнего задания. Давайте для продолжения никакой интриги сначала то, что мы имеем на данный момент перед музыкальным помидором. Хорошо. Что вы ее делаете? По итогам этого конкурса, с приветствием! Разбитка. Команда КВН обновенная! 9,4 балла. Спорная Ирландия! 8,8 балла. Главу 9,6 баллов, нашу 9 баллов ровно, своя волна 8 баллов ровно, догнать и перегнать 7,8 баллов. Это сумма баллов за два конкуса. Вы оцените за музыкальное и домашнее задание. Первым этап сыновым со своей версией музыкального и домашнего задания выходил команды Комент догнать и перегнать. Пять, шесть, шесть, пять, пять, да? Шесть. И вторая на эту сцену выходила команда Комент Своя Волна. Четыре, три, четыре, четыре, три. Третьей на эту сцену выходила команда Комент Гламур имени Биктоша Побоевича. Пять, пять, шесть, шесть, четыре. Четвертыми на эту сцену выходила команда Комент Наши Люди. Пять, 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 пять. Все судьи 5 баллов. Следующими на эту сцену выходила команда Комент Сборная Ирландии. Четыре, четыре, три, пять, три. И последними закрывала музыкальное и домашнее задание команда Комент Необыкновенная. Четыре, 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 три, четыре. Ну что ж, если готовы средние баллы за музыкальное домашнее задание и итог игры, то, пожалуйста, наше уважаемое жюри, слово вам. Значит, по итогам всех конкурсов и всей игры. Команда Комент Своя Волна. 11,6 баллов. Сборная Ирландии – 12,6 баллов. Необыкновенная – 13,2 баллов. Догнать и перегнать – 13,4 баллов. Наши люди – 14 баллов ровно. Гламур имени Бектоши Бобовича – 14,8 баллов. Таким образом, по итогам сегодняшней игры вылетает одна команда, занявшая последнее место. И в последнее место у нас оказывается команда КВН «Своя волна». Мы, собственно, передаем слово председателю жюри Бочаровой Елене Геннадьевне. Под Ваши бурные и теплые аплодисменты, друзья. Вот здесь маленькое велическое отступление для каждой команды. И мы надеемся, что каждая команда догадается, кому это посвящается. Заклада месяц и нехватка. Но выступали дети гладко. Взрослых надо ли хвалить? Им бы рыбу поудить. Им в деревню Лопухово. Не подумайте плохого. Команда необыкновенная. Ау, покажите игру свою. Спутник, новои, земля. Манера юмора своя. Интеллигентно, просто, актуально. Одним словом, все нормально. Команда, например, сборная Ирландии, я так понимаю. Спасибо. Хлопкоробы, фахтокор. Ведут дети разговор. Каждый очень-очень рад, что попал в ЧП Шавкат. Не содрали волку шкуру. Скажем мы, вивак. Гламуру. Веселый молочник ведерко пробил. Ринговый брейк всех покорил. Евроколхоз рейтинг провел. Артичный, артистичный эльман. Зал весь завел. Довольно-довольно, наши люди. Запоминайте, друзья. Студовник, салат и тёлка. Тёлки, но не все приколы-колки. Поймай волну свою. Волна. Потенциалом ты полна. Команда говорит, твоя волна. Сорок пять. Баба-ягодка опять. Могут круто выступать. Пришлись многим по душе. Почитатели ше-ше. Команда говорит, догнать и перегнать. И сейчас мы хотели бы посоветоваться со зрителем. Своя волна у нас на вылет, да? Да. Я так понимаю. Ну, пускай аплодируют поклонники этой команды. Зрители, болельщики, где вы? Что за то, чтобы с минусом 0,5 команда «Своя волна» вошла в следующую игру? Отстаётся спросить мнение самой команды. Согласны? Ну, если согласны, если зрители тоже, то, дорогие друзья, в следующий тур проходят все шесть команд, кроме того, что команда «Своя волна» начинает следующую игру с минус 0,5 балла. Ну что, дорогие друзья, закончился КВН. Надеемся, что вы будете следить за рекламой и будете приходить на следующие игры. Всего доброго! Любите КВН! До свидания! Субтитры создавал DimaTorzok